Наконец-то я довязала мое новое изделие. Майка круглая. Даже не назвать это майкой изделие. И связано оно в такой технике, о которой очень мало кто знает, и еще меньше кто применяет. И основная хитрость, основная задача здесь в том, чтобы полотно получилось абсолютно плоским. Потому что, казалось бы, делай себе убавки внутри полотна, вот тебе круг и получится. Но задача, плоское полотно, нигде ничего не должно оттопыриваться и выпирать. И это основная хитрость этого изделия. Попадание не только в плоскую форму, но и в заданный контур и в заданный размер. Вообще, это изделие состоит из огромного количества хитрости и нюансов. Их целый список. Основная вторая хитрость, это за счет того, что полотно плоское, мы смогли здесь сделать выточку. Да-да, выточка здесь тоже есть, представьте себе. Третья хитрость касается узоров. Узор, ну и сама структура полотна такая интересная, фактурная. И при выполнении убавок ничего не должно сбиваться. Дорожки как шли, так и должны идти. Узор как шел, так и должен идти. Убавки есть, а видно этого быть не должно. Что касается узора, еще одна очень важная хитрость. Естественно, майка состоит из переда, спинки и переда. Вот задача в том, чтобы узор при переходе от переда к спинке и к следующему переду не сбивался. Я очень внимательно отношусь к таким моментам и уделяю особое внимание при писании мастер-класса. Узор должен идти по кругу. Это важно. Следующая хитрость. Я не строю выкройку в нейтральный размер и советую вам не тратить свои силы, время и бумагу на такое ненужное дело. Выкройка, расчеты и построение абсолютно нестандартные. И выполняются полностью в ручном режиме. Несмотря на то, что я очень люблю и уважаю программы Книстайвер Дизайн Книд. Это вязальные программы, которые сильно облегчают вязание и полностью выполняют расчеты. Но это изделие относится к тем редким, которые проще посчитать руками, чем в программе. Ну и, само собой, абсолютно невозможно найти и просчитать в одностраничниках. Кстати, программы Книстайвер и Дизайн Книд мы проходим на третьем блоке нашего 9-ти месячного курса по изучению машинного вязания в школе изба вязания. А если вы не умеете и хотите научиться вязать, не пропустите, скоро мы начинаем набор на вязание на одной и двух фонтурных вязальных машинах с нуля. В мастер-классе я покажу, как не применяю программы в масштабе сделать схему вязания так, чтобы она поместилась на одном тетрадном листочке. И моё особое ноу-хау, как при помощи мокрой нитки сделать измерение для расчета. Вся схема, вот она, никаких других у нас расчетов нет. И покажу вам хитрость, которая позволяет связать две сложные зеркальные детали без перерасчетов. Это поворотная схема, которая помогает случайно не провязать деталь дважды. Внешне изделие выглядит очень сложным, но на самом деле оно вяжется всего по трем меркам. Окружность груди, длина проймы и глубина горловины связаны полностью на одной фонтуре. Самое здесь сложное, ну не сложное, а кропотливое, это, конечно, вязание узора, потому что он абсолютно не автоматизированный. Его нельзя связать ни перфокартами, ни электроникой. Но вы при вязании майки можете использовать любой узор, который вам понравится. Узор я этот выбрала, потому что он напоминает народный колорит, как кирпичики на крепостных стенах. Что-то древнее, исконное, с русским этническим уклоном. И цвет, смотрите, вылитый небелёный лён. Закругление, женская душегрейка, только вместо отаручки мехом у нас зубчатый подгиб. Каков уровень вязания? Изделие в меру кропотливое, в нём есть пересадки, поэтому я не рекомендую самым начинающим вязальщицам начинать с него вязальную карьеру. И ещё, в 200 игл не уложится ни одно изделие, моё в том числе. Поэтому этот вопрос специально решается в мастер-классе. Из какой пряжи вязать? Я вывязала летнее изделие, поэтому оно тонкое. Но если вы свяжете из более толстой пряжи, вы получите невероятно красивый безрукав. Если вы добавите к нему простые рубашечные рукава, у вас получится очень красивый, интересный джемпер. Больше напоминающий кардиган с глубоким запахом. Если наше, даже не назвать майкой, изделие вам понравилось, вы можете приобрести мастер-класс по ссылке под этим видео. И не забудьте подписаться на канал, потому что на нём вас ждёт ещё масса новых, необычных, интересных, оригинальных авторских моделей.